Царю Небесный И вся исполняя сокровища благих И жизни подателем Приди и вселися вны И отчистил ее от всяких скверны И спаси Боже Души Наша Господи, Благослови Ирина спрашивает Часто слушаю Ваши беседы Пытаюсь что-то усвоить, понять Нахожусь на гемодиализе Все чаще впадаю в отчаяние И с мужем постоянные проблемы Как себя взять в руки Я хожу в монастырь, помогаю там, чем могу Исповедуюсь, причащаюсь Но тяжесть не покидает Пока Вы пытаетесь взять себя в руки Вы в это время не даете Богу взять Вас в руки Вы заслоняете желание Его помочь в вашу сторону Своим усердием, упорством, планированием, размышлением Да, я очень Вас прекрасно понимаю Я очень прекрасно понимаю Насколько это тяжело Ваша болезнь, ваша ситуация Но все равно я говорю ответственно Очень тяжело Самому Перестать заниматься И уступить место Богу У нас вот эта внутренняя истерика Которая от боли, от переживания Она постоянно Заставляет нас Что-то делать Бог не может вмешаться Потому что Вы очень Вы заняли все это пространство Сами собой Сложно это говорить Тут, конечно, нужен опыт Доверие Богу И недоверие самому себе Просто Вы еще не дошли До этой критической точки Разочарования в самом себе До полного разочарования И тут начинает действовать Тогда Бог Господи Чтобы дать Уступить место Это нужно иметь доверие Тому, кому ты уступаешь место Это доверие должно родиться Давай дальше Юлия, Приморский край При храме открыли Две детские бесплатные мастерские Для мальчиков и девочек Я руководитель этих проектов Раньше бежала в храм Как в дом отца А сейчас по работе все Нужны ли вообще При храме проекты И такая деятельность Да все нужно Лишь бы Вы не стали пленником этого Приоритет ценности Пусть у вас будет выстроен В первую очередь Бог А все остальное Во вторую очередь Все нужно Просто мы иногда Настолько страстно Отдаемся даже добрым делам Что даже добрые дела Могут заслонить Бога Они могут стать нашим идолом Но это не значит Что добрые дела не нужны Просто Все в свою меру Я говорю И приоритет ценности В первую очередь Бог И тогда у вас все будет нормально Все будет Хорошо Дальше Екатерина Тольятти Как себя вести Если у храма У тебя Просят деньги Цыганки И их дети Чуть в сумку Не залезают У меня к ним Очень негативное отношение Действительно Есть такая проблема Как-то Обезопасти себя Мы часто ездим на Афон И Перед вылетом Уже в Россию Мы ночуем В Солониках И там Такая ситуация Создается Что мои друзья Стали мне говорить Отец Сергий Пожалуйста Только не давай Цыганям деньги Там они настолько Я даже употреблю Такое слово Грубое Наглые Вот я им даю деньги И все Они меня начинают Разрывать на куски Они по городу бегут Дергают меня Я говорю Все Все Я вам уже дал Больше нет Там не то Что неблагодарность А наоборот Вот эта вот Наглость Напор Но это не значит Что никогда Не надо давать деньги Просто надо Рассуждать ситуацию Заранее Даже тем же Цыганям Можно дать Когда ты уже Садишься в машину Дал Хлопнул И уехал Людмила Иногда на молитве Накатывает Такое Оттупление Холодность Молитва Не идет Надо ли Продлевать Время молитвы Пока не Затеплится В сердце Или молиться Как обычно Спаси Бог Это естественно Это естественно Присутствует В практике Молитвы Периоды Холодности Невнимательности В это время Терпением Мы доказываем Богу Свою верность Потому что Сам Господь Говорит Что толку Если вы взаймы Даете Ожидая Принять И дружите С теми Кто вам Приятен И удобен Поэтому И в отношениях С Богом Вот эти наши Словами Меланхоличные Господи Я тебя люблю Я так тебя люблю Испытайте Эти слова Периодами Сложными Когда кажется Что Бог Бог тебя не слышит Кажется Что Бог К тебе равнодушен Он тебя разлюбил Испытайте Вот свою Верность Этими Периодами Наша Верность Должна быть Всегда Верной Тогда Выстроится Также И молитва Это Цена Которую Мы даем За будущую Молитву Терпение Тех Периодов Когда Она не идет А мы все равно Терпим И делаем Дальше Ксения Хочу Попробовать Читать Иисусову Молитву Ночью Но на меня Страх Нападает Читаю Святых Отцов Они пишут Про страшные Ночные Искушения Как преодолеть Этот страх Не читайте Вы заранее Себя испугали Вот этими Страшными Начитались Не Поменьше Думайте Об этом Но В некоторой Мере Вам придется Пройти Через этот Страх Чтобы его Победить Непобежденный Враг Будет Приходить Снова И снова Окончательно Избавиться От врага Можно Только Победив Его Нельзя Всю жизнь Только Бегать Он Постоянно Будет Вас Догонять Поэтому Если Вы хотите Избавиться Совершенно От страха Вам придется Согласиться Потерпеть Перетерпеть Его Дальше Надежда Москва Читаю Иисусову Молитву Один год Пока С вниманием Плоховато Но Заметила Что И Душевной Молитвой Перестала Молиться То есть Обычные Прошения За своих Близких Держать Их В точке Иисусовой Молитвы Я Конечно Не могу Получается Батюшка Что Нет Ни Духовной Молитвы Ни Душевной Что Не так Вот Для Тех Людей Которые Не имеют Практики И Вот Эти Понятия Безвидность Безобразность Бесчувственность Для Них Звучит Как Умирание Личности В формате Молитвы Они Думают Что Все Тут Умирают Потому Что У них Нет Опыта Что Вот Это Умирание Переходит Потом В преображение Сужение Точки Вашей Психики Является Не точкой Умирания А точкой Преломления Потом Там Открываются Просторы Духовные Но Нужно Нужно Пройти Этот путь Вот Этого Умирания Сужения Своего Мировоззрения Духовного Снежина Снежина Да 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 Батюшку Люблю Но Его Грубость Меня Заткнула Окончательно У вас Возник Комплекс Нужно Убрать Комплекс И Эта же Ситуация Будет Легче Вы Заранее Уже Комплекс Уйти Вы Заранее Еще До Прихода На Исповедь Вы Уже Живете В Эту Проблему Вы Уже Себе Ее Рисуете Вы Уберите Комплекс И Станет Все Легче Та же Ситуация Даже Принесет Вам Пользу Комплекс Приходит Через Помыслы Конечно Помыслы Это Очень Сложная Тонкая Тема Но Хотя Вы Пытайтесь Не Быть В Помыслах Поэтому Побольше Трудитесь И Во Время Трудов Молитесь Не Может Человек Новоначальный Только Молиться И Иметь Успех У Него Нет Навыка Просто Тон Только Молиться Ему Нужно Труд Труд Приносит Бодрость Избавляет От Уныния Избавляет От Помыслов Буквально На днях В Древнем Батерике Я читал Про Одного Отца Который Жил На Таком Расстоянии От Города Что Ему Плетение Корзин Он Не Мог Их Продавать Потому Что Пока Настолько Он Далеко Жил Он Человеку Непосвященного Путь К познанию Его Через Бог Теле Бог Вам Кричит Что Ваше Тело Когда-то Рассыпется Не Делайте На Него Ставку Не Делайте Ставку На Молодость Здоровье Красоту Все Это Рассыпется Красивое Лицо Покроется Морщинами Руки Станут Трястись Здоровье Ухудшится Придет Смерть Господь Постоянно Сигнализирует Человеку Думай О Цели Жизни Не Может быть Цель Жизни Вот В Телесном Все Рассыпается Не Только Само Тело Все Что Вокруг Тело Все Что Вы Трудитесь Приобретаете Строите Шьете Все Рассыпается Все Это Можно И Должно Потому Что Это Бог Благословил Но Что Главное Что Второстепенно Не Хвались Здоровьем Завтра В один День Твоего Здоровья Может Не Надеясь На Здоровье Оксана Являются Ли Панические Атаки Страхованием Или Все Же Это Заболевание Физическое Или Его Наличие Говорит О Серьезной Поврежденности Человека На Духовном Душевном Уровне Например Нераскаянные Смертные Грехи В Несколько Поколениях Не Ломайте Голову Вы Не Дадите Оценку В Полной Мере Этому Явлению Которое Является Действительно Заболеванием И Нельзя Вот Определять Заболевание Только Соматическим Или Психическим Мы Психосоматические Личности В Нас Очень Все Связано Не Живет Одно Без Другого Панические Атаки Очень Тонкая Глубокое Заболевание Вы Усугубите Это Заболевание Постоянным Размышлением О нем Оно Усугубится Примите Его Как данность С которой Нужно Как-то Приноровиться Жить И Поменьше Поменьше Размышляйте Иначе Оно Оно Вас Изъест Дай Бог Чтобы Оно У вас Смягчилось Или Совсем Ушло Все Таки Медицина Занимается Этими Заболеваниями И Как-то Что-то С ними Делает Иродиагон Феодосий Наверное Для того Чтобы Узнать Где Сердечное Место Нужно Почувствовать Нужно Чувствовать Боль В сердце А у меня Какое-то Безумное Нечувствие Литургию Хочется Проживать А все Остается Лишь В пределах Умственных Напряжений Что-то Почувствовать Помогите Разобраться Вот Вот это И есть Ваша Боль Вот На эту Боль Оперитесь Вот Это И есть Наша Боль Что Мы Очень Хотим Жить Бога Он Для Нас Почти Не Существует Реально Он Для нас Остается В формате Идеи Это Уже Боль Мы Видим Что Тысячи Миллионы Святых Жили Бога Реально Очень Близко Очень Определенно Для Нех Это Было Не Фантазия Это Был Реальный Опыт Богообщения А у Нас Этого Не Получается Хотя Мы Имеем Искреннее Желание Это И Есть Ваша Боль Опирайтесь На Эту Боль Но Она Не Должна Доводить Вас До Отчаяния Стой На Краю Ада И Не Отчаивайся Ни В коем Случа Не Отчаивайся Посвящай Эту Боль Богу Терпением Этой Боли Доказывай Богу Твою Верность И Уже Это Согреет Твое Сердце Елена Хотелось бы Вообще Услышать О Подборе Правила Для Мирян Общий Принцип Из чего Исходить И что Должно Включаться Включай Поклону И Иисусову Молитву Духовника Увы Нет Работа Спокойная Позволяет И Большое Правило Ну Поменьше Смущения Вот Мы Находимся Между Смущением И Экзальтированными Фантазиями Находитесь В серединке В спокойном В таком Стабильном Состоянии Не надо И лететь Эмоционально В духовное Пространство И в то же время Не надо быть Чрезмерно Осторожным Чтобы оно Доводило вас До какого-то Паралича Это смущение Пробуйте Пробуйте Сами Своё правило Выстраивайте Его Если у вас Нет духовника Ольга За неимением Духовника Как определить Для себя Середину В молитвенном Правиле И поклонах Иной раз Выполнишь Аризонское И Богородичное Правило В течение дня И думаешь Что ещё Бы помолилась А в другой раз Семейные проблемы Не дают Их выполнить Выберите Такую серединку Которая Позволит Вам быть Стабильной Но и в то же время Но если Действительно Бывают Жизненные Обстоятельства Которые Нарушают Естественный Ритм Вашего Правила Не нужно На них Ориентироваться Это просто Нужно Принять Как Исключение А всё-таки Стремиться К какому-то Стабильному Правилу Но и в то же время Не унывайте Что Данность Жизни Иногда Не позволяет Вам быть В идеальной Стабильности Спокойно Мирно Ищите Снова Ищите Ищите Возможности Исполнить Правила В последнее время Из-за событий Происходящих В мире Стало Больше Следить За новостями Молиться Стало Редко Появилась Тревога Раздражительность Лучше Оставить Весь этот Интерес И уделять Время Только Молитве Или 10% Своего Времени Всё-таки Использовать На просмотр Этих Передач Мы не можем Быть равнодушными Процессом Мировым Но Чтобы Быть В курсе Для этого Не столько Много Времени Надо Иногда Можно Прям За несколько Минут Понять Ситуацию И снова Начать Молиться Иногда Чрезмерно Мы Там Застреваем Можно Коротко Очень коротко Всё узнать И понять И дальше Молиться Последний Уже Александр Как Бороться С Мнительностью Да Послушников Всегда Старались Занять Побольше Иначе Они Дурить Начнут Это Точно Андрей Нужно ли Евхаристический Канон Знать Наизусть Мирианину Зачем Нет Наверное У Игнатия Брянчанинова Читаю Что Молитва Без слёз Это Вообще Не Молитва Как Правильно Это Понять Батюшка Ну Бросайте Молиться Или Щипайте Себя Очень Больше Все Святые Семен Новый Богослов Говорит О слезах Я думаю К этому Нужно Прийти И Хорошо Бы К этому Прийти Естественно А не Эмоционально Раскручивая Себя На слёзы Будет Духовный Театр Молитесь Бог Пусть Даст Слёзы А не Вы Их Выдавливайте Сами Себе Но Если Слёз Нет Это Не Значит Что Нужно Оставить Молитву Молиться Можно Можно ли Сочетать Иисусову Молитву С земными Поклонами Можно ли Причащаться Еженедельно А исповедоваться Реже По необходимости Можно Можно Величко Привет тебе В Торонто Полетел Привет Маш Терезия Огромное уважение Благодарность И любовь Из Грузии Город Рустави 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 Вот мы Всегда Хотим Найти Какое-то Средство Чтобы Избежать Дискомфорта Вы Поймите Что Дискомфорт Входит В смысл Духовной Жизни Терпением Дискомфорта Мы Доказываем Наша Верность Богу И Становимся Искусней В терпении Мы Находим Средства Чтобы Побеждать Кто Не боролся Тот Не имеет Искусства Борьбы А кто Боролся Падал Вставал Снова Начинал У того Постепенно Вырабатывается Искусство И Каждое Из Четырех Животных Имело По шести Крывок Ой Нет Это Я В этом Не разбираюсь Точно Давай Это Опустим Я Не 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 Ученый Вот Тут Я Не Разбираюсь Точно Это Вот Это Как Б Отрывок А Потом Вопрос Можно Или так Молиться Как Апокалипсис Нет Я Не Знаю И Искренне Говорю Без Иронии Не Разбираюсь Достой Достойно Есть Такого Истину Блажите Тя Богородицу Пресно Блаженную И Пренепорочную И Матерь Бога Бога Наш Честнейшую Херувин И Славнейшую Бессравнения Серафин Безысления Бога Слава Родшую Сущую Богородицу Тя Величаем Богу Нашему Слава Всегда Ныне И Пресно И Во Веки Веков